Одновременно произошли очень важные события. Понравилось событие подъема флага над Херсоном, и очень не понравилось. Ну, я его, так сказать, предвосхищал, это событие еще несколько лет назад, и год назад говорил уже как о свершившемся факте этой встречи с Цзиньпином и Байденом. На этой встрече совершенно очевидно, что Россию сдали Китаю. И вы видите, что премьер-министр Китая говорит о том, что недопустимое поведение, он не называет Путина, Россией по поводу ядерных угроз и прочее, прочее, прочее. То есть он таким образом намекает, что, наверное, надо у России ядерное оружие забирать. Кто может забрать ядерное оружие у России? Ну, конечно, Китай. Потому что у Китая и так есть ядерное оружие. Скажут, ну, забирая ядерное оружие вместе с Россией. Вернее, не скажут, а уже сказали. Вячеслав, ну, если говорить по правде, то разве не нужно забрать оружие взбесившегося диктатора ядерного, которое впервые с конца Второй мировой войны, какая-то страна не использует ядерное оружие как сдерживающий фактор, а говорит, что мы сейчас все будем бомбить и убивать. Ну, как бы бешеных же собак пристреливают. Вот именно бешеных собак, но не забирают у бешеных собак ядерное оружие, а пристреливают бешеных собак. Вы правы. Зачем бешеным собакам ядерное оружие? Нет, ну, это совсем другое. Понимаете, тактически вы говорите все правильно. Да, вот Путин злодей, сейчас надо забрать у него ядерное оружие. У него можно забрать ядерное оружие без того, чтобы его ликвидировать? Нельзя. А если ликвидировали Путина, надо забирать у России ядерное оружие. А вот здесь очень важный вопрос возникает. Если забрать у России ядерное оружие, то Россия станет Китаем. Сегодня уже станет Китаем. Если забрать у России ядерное оружие, то завтра, после того, как сегодня Россия станет Китаем, Китаем станет Украина, Белоруссия, потом Прибалтика. И так потихоньку станет вся Европа. Китаем это 100%. И ничто это не изменит. Никакие силы это не изменят. Ну, Швейцария же не стала Китаем. Ну, пока он до нее не дошел. Территориально. А когда идет территориально, уверяю вас, и Швейцария станет Китаем, и Франция станет Китаем. Это абсолютно точно. Китай доминирует сейчас очень серьезно. И я так понимаю, что международное преступное сообщество, заключив сговор с Китаем еще в 71-м году, в 72-м будем считать, на самом деле, поездка Киссинджера, в общем-то, все это прописало на будущее очень хорошо. Смотрите. Китаем сейчас на данном этапе и судьба задержанных в России граждан Соединенных Штатов. Ну, граждане Соединенных Штатов, задержанные в России, мы вынесем за скобки. А вот я цитирую, Песков, кстати, подтвердил эту встречу, я цитирую, мы очень открыто заявляли о том, что у нас есть каналы по связи с Россией по вопросам управления рисками, особенно ядерными рисками для стратегической стабильности. В рамках этих усилий Бернс сегодня находится в Анкаре. Что это за управление рисками, которое они могли бы обсуждать? О чем может быть речь? Ну, во-первых, Нарышкин ничего подобного обсуждать не может, потому что не имеет ни малейшего представления об этом, не имеет ни малейшей власти. То есть он представляет внешнюю разведку. Поэтому сам по себе этот посыл, ну, некорректный, абсолютно некорректный. Кто такой Нарышкин? Что он понимает в ядерном оружии, в стратегическом ядерном оружии, в тактическом ядерном оружии? Что он понимает в этих так называемых рисках? А если даже понимает, то какой вопрос он может решить? Он может как-то снять эти риски. То есть его, это чисто КГБшный, такой чисто КГБшный вариант, называющий профилактирование. То есть Нарышкина послали просто на разговор, ну, ты там пробей, узнай и так далее. Мы вот не хотели, чтобы нас так давили, мы бы вот хотели, чтобы они серьезно отнеслись, чтобы они испугались. Вот ты там скажи, что Путин там нацелен очень серьезно, может бабахнуть, так что вы там смотрите и так далее. То есть спецслужбисты, они лучше всего понимают друг друга. То есть спецслужбы, они ближе друг к другу, чем к своим народам. Поэтому там, конечно, очередная какая-то подлость готовится, но которая не выгорит. На фоне того, что происходит сейчас на G20, на фоне того, что Китаю сдают фактически официально Россию. То есть я уверен, что сейчас, что там было, я вот не присутствовал при разговоре Мао Цзетуна с Никсоном. Там, если вы помните, только один лорд присутствовал, Уильям Лорд, а всех остальных выгнали. И потом он стал этим послом в Соединенных Штатах. О чем там говорили, не знает сейчас никто. Понятно, о чем говорили, о том, как сдать Советский Союз. Сейчас там тоже, я понимаю, всех выгнали и тоже будет какой-то лорд там один сидеть. Ну, вместе с Байденом, чтобы страховать его, чтобы он там не наговорил лишнего. И, ну, в смысле, это уже происходит. Это происходит прямо сейчас. И разговор там, конечно, идет о чем? О том, что, ну, Байден говорит, ну, вы там на Тайвань-то не наезжайте. Они говорят, да ради бога, забирайте этот Тайвань, он нам не нужен. А вот как-то Россия бы, да, там, видите, вот Путин ядерным оружием угрожает. Мы бы как-то там вот хотели поработать, хотели бы территорию себе эту отжать, да, хотели бы как-то ядерное оружие, чтобы к нам перешло. Байден говорит, нет вопросов, только Тайвань, не трогайте. Они говорят, да, мы не будем трогать Тайвань. Байден приедет в Америку, скажет, я привез вам мир, с Китаем мы теперь лучшие друзья и прочее, прочее. Помните, как Сы Цзиньпин троллил их последние несколько лет? То есть это абсолютная калька, это прямо под копирку. Помните, 70-й год, если мне память не изменяет, 22 мая 70-го года, Мао Цзиньпин выступает о том, что все должны сплотиться против Соединенных Штатов, но в связи с проблемами в Камбодже, в связи с тем, что Америка ввалилась в Камбодже, и поэтому нужно американцев всем миром долбить, всем объединиться, ну, включая Советский Союз. Чего добился Мао Цзиньпин? Он добился того, что к нему тут же, ну, не тут же, а через год прикатил Киссинджер, а до этого велись переговоры через Чаушеску, через Пакистан и прочих-прочих, договаривались. Давайте как-то вы там не будете объединяться против Америки, а мы вам дадим возможность нормально жить, поднимем вашу экономику и так далее. И все, мы знаем, чем это закончилось. Закончилось, еще и не закончилось. Вот сегодняшним днем, вот этим сговором, который произошел. И знаете, кто всех переиграл? И мне тяжело очень это говорить. Я сказал, наверное, недели, ну, несколько недель назад, что это самая противная ситуация в моей жизни. Потому что больше всего, ну, не больше всего, один из людей, которых я не очень любил на этой земле, да, это Мао Цзиньпин. Я читал Мао Цзиньпин, все, что переведено на русский язык. Я очень внимательно изучал его жизнь и так далее, и так далее. И я могу сказать, что на сегодняшний день вот этот покойный переиграл всех. Что вот Байден и Си Цзиньпин, встреча там, и решение вопросов – это победа Мао Цзиньпина. Причем такая ошеломляющая победа, совершенно ошеломляющая. И вы знаете, это страшно, потому что Мао многие вещи прогнозировал, в том числе и Третью мировую войну и прочее, прочее, прочее. И мы сейчас, в общем-то, живем по заветам Мао фактически. Причем такая ошеломляющая победа Мао Цзиньпин.